привет друзья меня зовут кузнецов сергей я снова приветствую вас на своем канале по художественной татуировки и татуировки вообще канале до ту 35 рост сегодняшнее видео будет интересно как и клиентам для общего ознакомления так и мастерам тем кто осваивает этот вид искусства этот вид ремесла все мои видео как вы уже надеюсь видели разбитый по плейлистам клиенты могут смотреть ознакомительные видео о жизни тату салона вообще а мастера и осваивающие этот вид ремесла могут зайти в нужную для себя вкладку и посмотреть то что им интересно также на моем канале есть отдельные плейлисты по рисунку по изобразительному искусству вообще по 3d рисунком и прочему сегодняшняя тема тату иглы какие они бывают классификации разновидности формы толщины напайки и прочее по иглам будет несколько роликов сегодня самое первое самое общее представление об иглах я дам и так на экране мы видим так называемые бары пучки игл в различных конфигурациях чем же иглы различаются значит в нижней части мы видим значит коробку с иголками как правило по 50 одноразовых штук чуть выше крафт пакет по 5 иголочек все одноразовые каждый пакетик отделяется друг от друга что из себя представляет игла или так называемый бар это длинная штанга с кольцом на конце которая одевается на эту машинку и на конце припаян пучок игл пучки в первую первую очередь разделяются по форме спайки раунд линер так называемый флэт раунд шейдер раунд магнум магнум 1 магнум 2 что это означает раунд линер это когда конфигурация игл спаяна в круглый пучок и на конце пучки сведены в одну точку раунд шейдер все точно так же как раунд линер но пучки на конце разведены магнум пучки игл напаяны в одну линию в одну плоскую линию и через одну разведены то есть один ряд на одном уровне второй ряд чуть приподнят на следующем рисунке с другого ракурса это будет более заметно более понятно флэт то же самое что и магнум но пучки не разведены они просто напаяны в одну линию и так оставлены используется редко в работе далее раунд магнум то же самое что и магнум но помимо того что иглы разведены через одну мы видим на конце скругление в другой плоскости то есть магнум ровно имеет ровную плоскость раунд магнум скруглен на конце для чего это нужно это нужно когда делаются мягкие тени и машинка немножко нагибается чтобы вот этими углами не поцарапать кожу лишнего травматизма чтобы не было на данном изображении очень хорошо просматривается раунд магнум раунд магнум как я считаю особенно актуален на больших пучках на маленьких он не не очень ярко выражен и как мне кажется неудобен а на пучках от 13 игл может быть от 11 раунд магнум актуален на данном изображении мы снова видим те же самые конфигурации игл однако ракурс немножко другой и может быть здесь немножко понятнее значит магнум идет раунд магнум флэт раунд шейдер rs так называемый и rl раунд линир круглый линейный я обошел вниманием данную конфигурацию игл это называется по-разному иногда дабл флэт иногда дабл магнум это то же самое что и флэт но два ряда в два ряда просто напарены иглы используются редко я вообще не использую единственное если там делаем какие-то я не знаю усы тигра иногда линию прямо удобно провести флэтом но это лично мое усы тигра чаще всего делаются либо рсом либо рл далее пучки различаются по количеству игл в пучке в самом от одной до там практически 50 и 60 штук 5 иголочек 7 9 11 13 15 17 19 25 29 и так далее самые ходовые наверное все таки от семерки от семерки до 15 там скажем 17 19 остальные иглы встречаются реже это уже каждый подбирает какая ему нравится если обратить внимание нечетные нечетное количество как правило но исключение исключением является 88 рс 10 и 18 на этом графике как раз видим станца показаны некоторые конфигурации игл и обращаю внимание 9 рл то есть пучки иголочки все сведены в одну точку и 9 рс пучки разведены и одну иголочку имеют посередине существует еще восемь рс так называемая чем он отличается тем что середине у нее нет вот этой иголочки что дает возможность захватить больше краски в середину на контурах это очень востребовано очень удобно то же самое с 18 рл и 18 рс тату иглы различаются у нас не только по форме пучка и количеству игол в пучке но и также каждая иголочка различаются по длине заточки стандартная заточка до полутора миллиметров длинная заточка до двух миллиметров двойная длинная заточка до двух с половиной миллиметров и далее значит extra long taper 3 и 5 и супер long taper то есть самая самая длинная заточка 5 и 5 миллиметров также толщина самой иглы вместе заточки по всей длине тоже имеет различные толщины обычно от 0 25 до 0 45 стандартно 0 35 здесь мы видим те же самые иглы с другого ракурса и здесь мы говорим о применении игл раунд шейдер круглый покрасочный используется для покраса небольших участков и для толстых контуров round liner используется для контуров маленькие детальки можно покрасить такой иглы тотворки используются для создания точек при перманентном макияже также возможно использование при нанесении плавных растушевок на бровях конкретно и для контура губ также может использоваться round liner при нанесении с татуажа стрелок magnum magnum 1 покрас я иногда использую на контурах это не типичное использование этой иглы однако определенная контура можно сделать также магнум используется для теней флэт и дабл магнум либо дабл флэт так называемый используются для покраса однако не очень удобные в работе и мало кто их использует единственное иногда флэтами и дабл флэтом как я уже говорил я пользуюсь при создании каких-то линий может быть там усов у каких-то животных ну вот на сегодня все если это видео было полезным оно вам понравилось то ставьте лайк подписывайтесь на канал и до встречи в новых тематических видео новых рубриках скоро будет много много интересного